Новое слово в развитии массового спорта. В Московской области реализуется проект Корпоративная лига. Он направлен на популяризацию физкультуры и спорта среди сотрудников предприятий столичного региона. Все подробности в интервью нашего корреспондента с главой подмосковного спорта Романом Терешковым. Роман Игоревич, вы часто рассказываете о корпоративной культуре в спорте. Расскажите, что такое Корпоративная лига, что это за проект и кто в нем участвует? Вы знаете, у нас есть национальный проект демографии, в котором утвержден один из показателей в части физической культуры и спорта. Это массовые занятия наших граждан физкультуры и спорта. 55% мы должны достигнуть к 2024 году. Безусловно, конечно, это невозможно достичь без спортивной инфраструктуры, но мы спортивную инфраструктуру в Московской области построили и продолжаем строить достаточно большими темпами. Но основная наша задача сделать спорт модным, привлекательным, для того, чтобы люди приходили на спортивные объекты. Нам это тоже удалось и посредством качества, предоставления услуги, хороших качественных объектов, которые мы построили. И сейчас больших количеств спортивных ивентов, событий, в которых могут принимать участие наши жители, начиная от забегов в живу спортом, лыжные гонки, заезды гранд-фонда, которые впервые пришли на территорию России в Московскую область. Мы их пригласили еще в 2016 году. В забегах мы сейчас размещаем, открываем слоты, для того, чтобы люди приходили. Если раньше мы людей просили прийти, то теперь за час 2,5 тысячи слотов участники разбирают за один час. То есть сейчас мы понимаем, что у людей есть потребность, есть хорошая мода, появился вкус и желание к занятию спортом. И, конечно, следующий наш шаг – это наши большие предприятия. Мы опробовали сначала, начали с себя. У нас была спорта госслужащих, которые принимали участие сотрудники министерств, ведомств, муниципалитетов. И сейчас мы хотим, конечно, в этот процесс вовлечь и наши трудовые коллективы, предприятия, которых большое количество на территории Московской области. Мы эту программу запустили в начале этого года, провели опрос, свыше 100 тысяч человек приняли участие в нем. И, конечно, многие сказали, да, мы действительно хотим соревноваться, выходить за периметр своего предприятия, своего завода и попробовать свои силы не только на территории внутри муниципалитета, но и ездить таким же коллегам на территорию других заводов, находящихся совершенно в отдаленных муниципалитетах. И вот у нас в сентябре мы планируем сделать некий финал. Он же будет, наверное, и большим стартом больших корпоративных игр, куда приедут футбольные, баскетбольные, волейбольные команды, люди, которые будут соревноваться в игре в шахматы, в плавание, как раз в трудовых коллективах, в предприятиях. И я уверен, что ажиотаж с каждым годом будет набирать силы. Мы также, как, по примеру, забегов, через какой-то промежуток времени поймем, что у нас практически все предприятия Московской области принимают участие в корпоративной лиге. Сделаем муниципальные этапы, сделаем межмуниципальные этапы и уже какую-то такую хорошую финальную региональную историю. Но я уверен, что эту практику поднимут не только наш субъект, но и другие субъекты тоже. И мы уже видим на уровень Российской Федерации. Потому что, действительно, только так, через такие активности, мы можем привлечь большое количество людей к активному образу жизни, к занятиям физкультуры и спорта. Потому что для того, чтобы принять участие в финальной части, вы должны тренироваться. Это не что иное, как систематические занятия физкультуры и спорта. Как вы отметили, спорт с каждым днем все больше и больше его появляется в нашей жизни. А вы лично каким спортом увлекаетесь, занимаетесь профессионально, может? Профессионально, к сожалению, я не стал заниматься. Я выбрал несколько другую стезю. А сейчас, последние 7 лет, встал на коньки, ни разу не стоял в своей жизни на коньках. И лыжах тоже отдаленно стоял еще в школе. И, конечно, мне было, наверное, поначалу сложно. Но теперь от хоккея меня не оторвать. Каждый вечер, ночь мы раза три в неделю встречаемся. Я встречаюсь на льду с своими коллегами, с своими друзьями для того, чтобы поиграть в хоккей. И мы создали тоже один из аналогов корпоративной лиги, любительскую хоккейную лигу, где принимают участие любители, непрофессионалы. Среди нас таких нет. Тот, кто, может быть, закончил спортивную школу, и тот таких единиц. И вот как раз ездим друг к другу в гости по Московской области. В этом году хотим ребят тоже из Москвы привлечь, а они сами уже стучатся в Ливу.